Второй трейлер сольника о нашем дружелюбном соседе уже появился в сети. Он пролил свет на сюжетные детали и был наполнен различными референсами, пасхалками и прочими интересными деталями. Я делал обзор первого трейлера, который оказался на редкость богатым на интересности, так что не забудьте посмотреть его по ссылке в описании, так как повторяться я не собираюсь. Ну что ж, если вы посмотрели первый разбор, то устраивайтесь поудобнее, так как я в очередной раз запустил свои ножницы в киноленту, чтобы рассказать вам, что нам показали во втором трейлере «Человек-паук. Возвращение домой». Так что не переключайтесь. Всемайки.ру – крупнейший в России онлайн-магазин одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Огромный каталог принтов, где каждый может найти что-то на свой вкус. Футболки, толстовки, кружки, чехлы и многое другое. Все изделия изготавливаются на собственном производстве и проходят трехэтапный контроль качества. 10 лет работы и сотни тысяч довольных клиентов. Будь ярким, выражай себя в принтах и дари подарки близким. Заходи на сайт или скачивай мобильное приложение. А для подписчиков канала скидка 10% по промо-коду. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Так что и тон фильма должен быть совсем другим. Более веселым, ярким и очень красивым. И второй трейлер нам это уже доказал. Ну что ж, хорош трепаться или, как говорится, Кады Краб. Поехали. Трейлер открывает вид закатного Нью-Йорка, по улицам которого спешит наш герой. И мы видим, что он бежит в подворотню, чтобы перевоплотиться в Спайде. В предыдущих киноверсиях Паука его костюм был таким тонким и эластичным, что всегда был под одеждой Питера, позволяя ему перевоплощаться в свое альтер-эго практически мгновенно. Однако в этом фильме все будет немного иначе. Мы видим, как Питер достает свой костюм из рюкзака. Чем подтверждает мою догадку относительно отсылки в недавнем тизере, не тизере второго Дэдпула. Интересно также то, что тот ролик высмеивал супергеройские переодевания. И Питер, словно продолжая эту тему, показывает нам это на своем примере. Костюм Паука удивляет нас с каждым появлением Питера на экране. В противостоянии мы увидели его механические линзы, которые способны изменять размер, усиливая зрение Паука. Тут их еще раз нам показали крупным планом. Также в «Гражданке» впервые состоялось появление веб-шутеров на большом экране, которые опять же засветились в следующем крупном плане. А вот из последитровой сцены мы узнали, что они также могут отображать паучий сигнал. В первом трейлере «Возвращение домой» мы узнали о паутиных крыльях, а также увидели, как костюм спадает по нажатию кнопки на груди Паука. Оголяя мускулистый торс Питера. И сейчас мы в очередной раз убеждаемся, что это не обычное трико. Очевидно, что костюм пропитан какими-то нанотехнологиями Старка, которые позволяют ему так легко стягиваться по нажатию кнопки на груди. Наподобие одежды Марти Макфлайя из «Назад в будущее». И это, кстати, достаточно логичное объяснение скоростной смены наряда. Затем наш акробат красуется перед зеваками на станции метро, снова пародируя не то Дэдпула, не то Багзабани. Если вы помните, в первом трейлере была знаменитая стойка Багса и его коронная фраза. Не удивлюсь, если в фильме мы увидим и другие более очевидные пасхалки к этому мультипликационному персонажу. И следом мы видим еще одну часть диалога Питера и Тони в машине. Питер отчаянно хочет стать мстителем. Это мы поняли еще по первому трейлеру. А Тони, как строгий отец, пытается оградить подростка от опасности. А так как это киновселенная, то мы знаем, что их отношения будут развиваться в следующих картинах. Что спустя пару-тройку фильмов взрослый Питер станет лидером киновселенной Марвел, сменив Железного Человека. Но пока что Тони просит его быть всего лишь «дружелюбным соседом-человеком-пауком». Что, естественно, является самой знаменитой фразой Питера. «Тоник в районе Спайдермен». Которая сопровождала заголовок некоторых выпусков комиксов о нем. Вместо того, чтобы защищать планету в рядах Мстителей, ну или же целую галактику в рядах Стражей, Тони просит его присматривать за своим районом. И, естественно, Питер примет это за шанс проявить себя и начнет борьбу с преступностью в Куинсе, пока не наткнется на грабителей с оружием Читаури. Обратите внимание на то, что Питер незаметно снимает их диалог на мобильник. А это вместе с расширенной фразой Неда «Ты человек-паук из Ютьюба». Подтверждает мою догадку о том, что Питер вместо работы фотографом Дели Бьюгл будет более современным представителем медиа, выкладывая ролики на Ютьюб. И это не может не греть мне душу, учитывая мою любовь и к Пауку, и к Ютьюбу. У нас с ним есть что-то общее. «Какая у тебя суперсила?» Я режу киноленты. Затем нам показывают, как Питер учится пользоваться веб-шутерами без небоскребов, цепляясь за ветки деревьев. Его неудачный полет прерывает веселье на какой-то вечеринке. Ну, как же без неловких моментов прощупывания своих возможностей. Затем мы снова видим кадры из первого трейлера, в которых Нед роняет звезду смерти из Лего. Я делал подробный обзор его комнаты в первом разборе, поэтому не стану повторяться. Замечу лишь то, на что не обратил внимания раньше. Чуть далее в трейлере мы увидим, что в комнате позади Неда стоит двухъярусная кровать. Можно заметить, что нижняя кровать застелена, а на верхней лежат какие-то коробки с вещами. Да и комната не похожа на комнату Питера у тети Мэй, так что это может быть комната в общежитии, в которую только что въехал Нед. Именно поэтому Питер и засветился, так как не ожидал увидеть кого-то в своей комнате. Затем любознательный Нед достает Питеру глупыми вопросами. Можешь призвать армию пауков? Это очевидная отсылка к человеку-муравью и его способности призывать муравьев. Примечательно также то, что сам Спайди в одном из комиксов шутил на эту тему, угрожая преступнику вызвать рой пауков. Как я говорил ранее, Нед просто вылитый друг Майлза Моралеса по имени Ганки. Совсем не похож на того Неда Лидзе, с которого взято его имя. В первом разборе я рассказывал, кем является Нед по канону. Эта экранизация по стилю и подаче похожа на серию «Алтимейт», в котором главным героем был Майлз Моралес. Естественно, его в фильме мы не увидим, однако идейный вдохновитель Майлза, Дональд Гловер, в фильме появится. Но об этом я уже говорил, так что поехали дальше. Следом мы видим Питера на том же балконе, который я находил в Google Maps в прошлом разборе. И затем очень интересная сцена. Толпа школьников в одинаковых футболках с надписью «Школа новой технологии» в спортзале, судя по всему на уроке физкультуры, смотрит мой VHS-трейлер. Шучу. Конечно же это не мой трейлер, но тем не менее он точно VHS. Посмотрите на разрешение сторон и качество. Такое ощущение, что он был снят в 95-м. Однако, судя по костюму Стива, это видео времен Первых Мстителей. Очевидно, он рассказывает о каком-то упражнении, которым нужно будет заниматься школьником. И я уже чувствую, что в нем преуспеет наш карапуз. Особенно после того, как он с гордостью рассказал Неду о том, как он украл у звезды экрана щит. Героиня Зиндая, Мишель, читает автобиографический роман Уильяма Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», сюжет которого повествует о судьбе главного героя Филиппа, который, осиротев, проживает с дядей и тетей. Его дядя погибает и оставляет ему наследство, что немного похоже на историю Питера Паркера. Несмотря на то, что о дяде Бенни пока что не было сказано ни слова, он, очевидно, находится где-то за кадром киновселенной. Но ходят слухи о том, что в фильме его обойдут стороной. Есть вероятность, что позади Питера в этом кадре находится именно его фотография. Кстати, вот эта девочка между Питером и Недом снизу похожа на актрису Тиффани Эспансон, которая в утекшем касте Паука была заявлена как Синди. Быть может, это та самая Синди Мун, женская версия Человека-паука, известная как Шелк. Но, скорее всего, нет. Наверное, от нее ей досталось только имя. Затем мы видим очень смешной и достаточно интересный кадр. Оказывается, костюм Паука универсального размера, и в него вполне комфортно влазит пухлый Нед. А еще мы можем заметить очередную особенность костюма. Помимо паучьего сигнала, веб-шутеры также могут проецировать голограмму города. Обратите внимание на то, что Питер свисает с верхней кроватим. Очевидно, Нед уговорил его поменяться койками, так как для него забраться наверх – задача гораздо сложнее ползающего по потолку Питера. Затем мы видим, как друзья отбивают друг другу пятак. Видимо, они только что успешно протестировали свое изобретение в какой-то мастерской. Очевидно, они тоже участвуют в научной ярмарке. Надеюсь, их изобретение будет поинтереснее каких-то американских ворок этих двух азиатов. Кстати, приглядитесь, цвет этого устройства напоминает обломок костюма Железного Человека. Возможно, Питеру удалось найти кусок брони Старка и восстановить ее, получив рабочее устройство. И это как раз та деталь, которой нам так не хватало во всех предыдущих фильмах о Спайде. Взгляд на его гениальную изобретательность за работой. Кстати, этот кусок также похож на костюм Железного Паука. Может быть, Питер начнет собирать свои костюмы с кусков брони Старка, по типу того, как Стервятник собрал свои крылья и оружие из технологий читалы. Кстати, о Стервятнике. Мы видим, как он рассматривает маску Железного Человека. Правда, непонятно, откуда она у него. Да еще и в таком хорошем состоянии. Может быть, это игрушечная маска, по типу тех, которые использовали его люди, пытаясь ограбить отделение банка в Куинсе. И следом мы узнаем очень важную сюжетную деталь. Так уж повелось, что в киновселенной Марвел большинство суперзлодеев начинают свою активность из-за Тони Старка. Ну, либо из-за его отца, Гоарда Старка. И Стервятник не исключение. Нам раскрывается мотивация Адриана Тумса. Дело в том, что Тони Старк, очевидно чувствуя свою вину за те разрушения, которые перечислял генерал Росс в противостоянии, основал компанию Damage Control, которая обязалась подчищать за супергероями все следы их разрушительных сражений. Это, кстати, основано на серии комиксов с одноименным названием Damage Control. Эту новость весьма негативно воспринял Тумс, так как он, как настоящий стервятник, рылся в этих руинах в поисках инопланетных технологий, которые для него восстанавливал Тинкера. Он совершенно точно появится в фильме. Стервятник винит Старка в том, что тот лишает его всех лакомых кусков. Адриан Тумс явно озадачен тем, что магнат Старк отбирает у него дело его жизни и пропитывается ненавистью к Железному Человеку. Адриан говорит Питеру, что Старку плевать на нас, обращая внимание на их сходство, и пробует уговорить юнца не остановиться у него на пути. Но наш амбициозный малый примет это на свой счет, так как ценит и уважает Старка. Поэтому он захочет остановить стервятника, чтобы доказать Старку, что он достоин вступить в ряды Мстителей. И на этом будет основан главный конфликт фильма. Затем мы снова видим персонажа Логана Маршала Грина вместе с Дональдом Гловером. В предыдущем разборе я рассказал о связи этого актера с Человеком-пауком. В этот раз я хочу обратить внимание на две другие детали. Во-первых, пушка в руке персонажа Логана имеет достаточно причудливую форму. А если приглядеться, то можно заметить, что это рука одного из костюмов Старка. Обратите внимание, как разгибаются пальцы при выстреле. Очевидно, стервятник нашел ту руку среди обломков очередного сражения. Скорее всего, с Альтроном в начале второй части Мстителей. А Финиас Мэйсон, он же Тинкерер, сумел сделать из нее оружие. Ну а вторая деталь малозначительная. Эта сцена зачем-то отзеркалена. И она в этом трейлере не единственная, но об этом чуть дальше. Затем нам крупным планом показывают детали стервятника. Его лицо, которое и правда чем-то напоминает длинношею птицу, пропеллеры и турбины. Вид у этого злодея офигенный. Такое ощущение, будто его каноничную версию скрестили с трансформером. От оригинального образа остался лишь мех. Ну и следом, после взрыва продуктового магазина, мне кажется, это одно из тех местных преступлений, которые будет расследовать Питер, чтобы добиться признания и попасть в высшую лигу. А также после прогулки по вестибюлю Башни Мстителей вместе с Хэппи Хоганом, мы видим Башню Мстителей. Казалось бы, ничего примечательного в этом кадре нет. Обычный взгляд на башню. Если бы только этот кадр не был позаимствован из третьего трейлера Эрельтрона. Это, конечно же, напомнило мне сцену из трейлера фильма «Живое», которую взяли из третьей части Паука Сэма Рэйми. Ну и далее мы видим ту самую сцену с паромом, которая заинтриговала нас еще в первом трейлере. Однако в этот раз интриги не случилось, и нам показали ее практически целиком. Ох уж этот современный маркетинг. В этих кадрах мы видим, как Питер в своей веселой манере объясняет преступникам, что они опоздали на паром с нелегальной продажей оружия. И связывает двух вооруженных парней паутиной. Ну, во-первых, справа можно заметить персонажа Бокема Вудбайна. В той самой желтой кофте, которая выдает его альтер-эго по прозвищу Шокер. Далее в трейлере мы увидим их сражение в автобусном парке. Лицо второго преступника тоже может быть вам знакомо. Это же вас, антагонист третьей части видеоигровой серии Far Cry. На автомобиле можно заметить жирнющую пасхалку. На номерном знаке красуется надпись SM-20563, что прямым текстом говорит нам о выпуске Spider-Man 2, вышедшем в мае 1963 года. Именно в нем состоялось первое появление стервятника. Также нам показывают еще одну особенность веб-шутеров. Среди разнообразных типов паутины есть и некоторое подобие бомбы замедленного действия. Ну или с датчиком движения. Все же она выстрелила именно когда преступник подошел ближе. Это неудивительно. В комиксах веб-шутеры Питера не переставали удивлять читателей. Также мы можем заметить еще один непонятно для чего отзеркальный кадр. И затем узнаем, что это ловушка, так как в одной из машин поджидает момент остервятник, который, прорвавшись сквозь металлический корпус автомобиля, устроил фиолетовый фейерверк, расколов паром на две части, которые Питер отчаянно пытался склеить паутиной, пока ему на помощь не подоспел железный человек с армией репульсерных присосок в новом костюме, который, кстати, выглядит иначе, чем предыдущий. Вместо красного дизайна мы видим, что большая часть его корпуса серая, и это напоминает его костюм из серии Ultimate. Совместными усилиями паром оказывается спасенным, и это очень странно. Какой теперь смысл смотреть эту сцену в кинотеатре, когда нам показали ее начало, развязку и финал? Ну, спасибо. Затем узнаем, что Старк отругал непослушного подростка и отобрал у него дорогую игрушку, сказав очень интересную фразу. Но я никто без костюма. Если без него ты никто, ты его не достоин. Эта фраза, как вы могли заметить, отсылка к знаменитому ответу Тони на вопрос Стива. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Мы видим, что лишенный костюма Питер решает доказать Старку свои способности и достает свой старый костюм, чтобы отправиться на поиски неприятностей. Затем мы видим Питера у тети Мэй в гостях. Надеюсь, ей уделили достаточно экранного времени. На эту тетю Мэй я не устану смотреть. Следом можно обратить внимание на крылья стервятника. Они способны на самостоятельные полеты, напоминая самонаводящийся глайдер зеленого гоблина. Да и вообще, все сражения Питера с этим пернатым злодеем напоминают мне первую часть экранизации Сэма Рэйми. Хочется также обратить внимание на самодельный костюм Питера. Он выглядит неуклюжим, но не смешным, как костюм Тоби Магуайра. Он не похож на лоукост косплей, а выглядит скорее как версия из альтернативной вселенной. Окуляры на его маске чем-то напоминают стимпанковского паука, но в то же время толстовка и обрезанные перчатки делают его современным. В общем, мне он нравится. Затем мы видим продолжение сражения со стервятником. И оно, как я предположил в первом обзоре, происходит на Кони Айленде, рядом с колесом обозрения Вандер Уилл. Очевидно, что огонь вокруг – это результат крушения того самолета, который пытался увезти от здания Питер в конце этого трейлера. Неизвестно, что это за самолет, но совершенно очевидно, что его сбил стервятник, судя по следам от когтей на его фюзеляже. Обратите внимание на то, как Адриан схватил Питера за шивора. Его рука повторяет движение крыла, а это значит, что это не только крылья, но и некоторое подобие экзоскелета. Ну и затем трейлер оправдывает оригинальное название фильма, которое вместо «возвращения домой» переводится как «выпускной бал». И как раз на нем Лиз Аллен, который Питер испытывает чувства, дарит ему поцелуй. Очевидно, что помимо супергеройского экшена, этот фильм подарит нам и подростковые переживания. И следом мы видим то самое происшествие на монументе Вашингтона, которое мы видели еще в первом трейлере. В этот раз становится очевидно, что Питер удерживает падающий лифт с Лиз, Недом в Панаме и их учителем внутри. Скорее всего, после того, как на вершине монумента вспыхнуло фиолетовое пламя. Судя по цвету, это оружие Читаури, которое нашел стервятник среди развалин битвы за Нью-Йорк в «Первых мстителях». Обратите внимание на Мишель. На ее футболке изображена черно-белая фотография американской поэтессы и писательницы Сильвии Платт. А это вместе с книгой Моэма явно говорит о ее любви к литературе. Так как это Вашингтон, столица штатов, в которой сконцентрирована вся политическая деятельность, то, скорее всего, к персоне акробата в красном было приковано особое внимание общественности. Видимо, поэтому Тони и позвал Питера на беседу, в которой охладил его амбиции, указав зону, в которой дружелюбный сосед может действовать. Ну и затем мы видим еще одну офигенную фишку костюма. Лого на груди Питера не только является кнопкой. Это также, судя по всему, киноверсия спайдер-трейсера, жучка, с помощью которого Питер отслеживал перемещение преступников и не только. Пока что неизвестно, как именно Питер сможет использовать этот мини-дрон. Но мне кажется, что Летающий Паук будет чем-то вроде сканера, проецируя трехмерную голографическую схему с помощью веб-шутера. Хотя все может быть гораздо проще, и это всего лишь обычный дрон, подключив к которому мобильник, Питер сможет снимать красивые панорамные кадры Нью-Йорка, а также наблюдать за переодеваниями своей возлюбленной. Ну что ж, это были все интересные детали этого трейлера, который я сумел для вас найти. Если же я что-то упустил, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. И не забудьте поставить свой спайдер-лайк, если вам понравился этот разбор. Кстати, вы наверняка заметили, что в последнее время я слоупочу сильнее обычного. Это все потому, что у меня сейчас медовый месяц, и я путешествую. За моими приключениями вы можете наблюдать в инстаграме, а также на канале Майлз Уэй. К тому же вышли первые три дня нашего пребывания в Праге. Буду очень рад, если вы подпишетесь на Майлз Уэй ТВ. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на мой канал. Cut the crap. Мы режем киноленты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok